Здравствуйте друзья! Гастрит – самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, которое появляется в основном из-за неправильного питания, злоупотребления вредной едой или алкоголем. Человека мучают боли, рези в желудке. Боль может быть как незначительной, так и весьма интенсивной. Гастрит также может протекать бессимптомно. Гастриты делятся на острый и хронический. Острый гастрит – это острое воспаление слизистой оболочки желудка, возникающее при воздействии недоброкачественной пищи либо употреблении некоторых лекарств. Хронический гастрит – длительно текущее воспалительное поражение слизистой желудка, протекающее с ее структурной перестройкой и нарушением секреторной, моторной и инкреторной функции желудка. При появлении первых жалоб, болевого синдрома или ощущения тяжести, распирания в животе, отрыжки, изжоги кислым, плохого самочувствия, необходимо сразу же обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз, потому что гастрит может осложниться язвенной болезнью и даже раком желудка. Но гастрит – это не смертельно, если его лечить. И лечить его можно народными методами вполне успешно. Лечение острого гастрита. Для очищения желудка необходимо больному дать 2-3 стакана воды и вызвать рвоту. При химических отравлениях промывание желудка проводят с помощью толстого желудочного зонда. Промывание проводится до чистых промывных вод. В течение первых двух суток пища не принимается, назначается водно-чайная диета. Затем диету расширяет, включая в рацион слизистые супы и каши, кисели, сухари из белой муки, яйцо в смятку. Лечение хронического гастрита. Большое внимание в лечении гастрита необходимо уделить изменению образа жизни, стараться избегать стрессов, соблюдать режим дня, избавиться от вредных привычек – это курение, употребление алкоголя. И конечно же соблюдать рекомендации по питанию. Для больных гастритом необходимо исключить жареные блюда, наваристые мясные и рыбные бульоны. Не переедать, есть по 5-6 раз в сутки понемножку. Не употреблять продукты, способствующие изжоге, а это крепкий чай, кофе, шоколад, газированные напитки, алкоголь, лук, чеснок, сливочное масло. Употреблять отварное мясо, отварную рыбу, пищу, приготовленную на пару, супы из протертых круп, геркулес, рис. Меньше употреблять капусту, бобовое, молоко, продукты, способствующие метеоризму. Ну а теперь несколько рецептов для лечения хронического гастрита. За полчаса до каждого приема пищи принимать по столовой ложке картофельного сока. Его можно приготовить с помощью соковыжималки или натереть картофелину на мелкой терке и отжать. Сок должен быть свежим, в холодильнике не держать. Срок приема – месяц. Второй рецепт. В стакане воды растворить одну столовую ложку меда, выпить напиток мелкими глотками за час до еды. Это средство можно принимать до трех недель. Следующий рецепт. В течение дня можно принимать свежий морковный сок около 10 дней. Также можно приготовить отвар из ромашки, семян укропа и тысячелестника. Нужно взять по одной столовой ложке каждой травы и залить литром кипятка. Отвар настаивает всю ночь, принимает каждые 3 часа по 100 мл на протяжении недели. Еще эффект дает прием сока алоэ. Его нужно пить 3 раза в день по 10 мг перед едой. Курс длится приблизительно 3 недели. Также можно кушать капусту брокколи. Она уничтожает бактерию хеликобактер пилори. Ну как бы сказать уничтожает, уничтожает это конечно не очень правильно я сказал. Она ее угнетает, потому что эту бактерию полностью уничтожить невозможно. Все друзья. Если информация понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok